Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием. Ребята, мы потрахались в студии Сашка. Всем приветики и, конечно же, Дашка. Привет-привет. Здоров-доров. Как дела? Хорошо. У тебя как? Нормально. Как прошел отпуск? Блин, отпуск прошел шикарно. Мне все понравилось. И я бы еще раз пошла в отпуск. Две недели мало. Прикольная штука. Как вся остальная жизнь, только не работаешь, да? Ну, да. Но я сидела две недели дома. Это было офигенно. Ну, не так сидела дома, как на карантине, что, типа, выходить никуда нельзя. Но, типа, я такая проснулась. Ничего не надо делать. Ну, особо. Вот. Занималась своими делами, там, что-то. Ну, вот, знаешь, всякими штуками, которые я не успевала делать, пока работала. Дела Даши в отпуске. Проснуться, перевернуться на другой бок. Поиграть с кошкой. Позалипать в соцсети. Ну, в общем, короче, мне понравилось в отпуске. Классно, всем советую. Рекомендуешь, да? Да, да, да. Пять Дашек из десяти. Нормально. Пять, потому что мало. Вот. А у тебя какие новости? Да, у меня все точно так же, как и всегда. Я счастлив, прекрасно живу, на зависть всем остальным людям. Моя жизнь прекрасна. Завидуйте. Ура. Писишь. Там говорят, у нас два письма есть. Поговаривают, да? Поговаривают, да. Слухи ходят. Да. Ну, соцсети, наверное, надо объявить. Ну, я за две недели забыла, какие они вообще есть. Все начальные мантры забыла тут, да? Да, у нас есть группа ВК, у нас есть страница в Инстаграм, есть чат в Телеграм и канал в Телеграм. Буквально прям вот здесь сейчас ходит наш SMM-менеджер и снимает нас, блин, это странно. Вот, короче, ждите видосики, фоточки в Инстике, там, ВКшечки и все такое. Ладно, я перейду к письму. Да, мы же все-таки за этим здесь. Привет, Дашка и Сашка. Здорово. В последнее время ваш подкаст дико поднимает настроение. Залипаю на него постоянно. Спасибо вам за то, что приносите такую радость в эти унылые зимние дни. Да не за что. Мне 28 лет. Два месяца назад меня бросил мой первый парень. Поздравляю вас. Ура. Открываем шампанское. Мы провстречались почти два года и столько же прожили вместе. На первый взгляд отношения были сказкой. И мне жутко повезло с ним. Прямо-таки жутко. Прямо жутко. Жутко повезло. Он очень умный, симпатичный, высокий, богатый и щедрый. Я его очень сильно любила. Он меня на словах тоже. Он меня очень сильно поддерживал, и когда у меня были проблемы с деньгами, платил за нашу квартиру, за еду, хозяйство, вкладывался в мое здоровье и образование. Но при этом постоянно меня критиковал, впадал в истерику по любому поводу. Много врал мне и уже два раза бросал. Интересненько. Какой интересный человек получается. Многогранный, я бы сказала. На карантине он почти перестал выходить из дома, растолстел и только работал или играл в компьютерные игры. В компуктерные, правильно говорить. Ну или в комплюктерные. Секс из наших отношений тогда же почти полностью пропал. Естественно, мне это все не нравилось, и мы часто ссорились. В общем, сейчас я не жалею, что наши отношения завершились, хоть и люблю его. Впервые действительно хочется быть одной и пробовать в сексе разное с разными людьми. Как-то неожиданно предложение закончилось. Попробую в сексе с другими людьми теперь есть тортики. Не советую. Муравьи. Муравьи, все липнет, неудобно. Потом вот это из трусов доставай торт. Хотя, конечно, если я влюблюсь, то снова захочу отношений. Ну, логично. Да вот беда. Понятия не имею, где искать парней, с которыми захотелось бы даже не отношений, а просто секса. Дело в том, что у меня высокие требования к парням. И даже сексом хочется заниматься не просто с красавчиками, а с интересными людьми, с которыми еще было бы о чем поговорить в свободное время. В свободное время от секса, видимо. Ну, судя по всему, да. И где таких искать? С другой стороны, у меня всегда плохо получалось общаться с парнями. Друзей парней никогда не было. А если и был какой-то намек на дружбу, оказывалось, что человек хотел отношений и на меньшее не соглашался. Блин, почему? Почему? У меня вообще ровно наоборот все было. Как это работает? Подруги часто знакомят меня со своими друзьями. И те предлагают мне встречаться. Но меня в сексуальном плане никто из них не привлекает. Кажутся слишком простенькими. Что? Ты не в парике? Не в бархатном плаще? Фу! Антисекс! Где твои единороги, на которых ты приехал? Ты что, приехал на такси? Единороги, заметьте. Единороги, да, не один. Если один, это слишком просто. Это простенько, да. И еще проблема в том, что мой бывший, хоть и кошмарно себя вел по отношению ко мне, но с точки зрения объективных характеристик, был просто идеалом. Объективные характеристики. Это какие? Объективные характеристики. Ну, типа, как в РПГ-играх. Типа, сила, ловкость, мудрость, выносливость. Вот это все. Снижать планку, очевидно, не хочется. Но познакомились мы в Тиндере. А сейчас устала от сайтов знакомств. И мне там с тех пор попадаются совсем неинтересные личности. У меня много разносторонних интересов и увлечений. Я изучаю языки, играю на барабанах и учу программирование. Но в языковых группах всегда одни девушки. На барабанах я занимаюсь индивидуально, а программирование учу дистанционно. И там никто ни с кем не общается. Думаю пойти на какой-нибудь спорт, например, на бокс. Но там, наверное, одни качки. А мне нравятся интеллектуалы. Тогда на шахматы. Логично? Логично. В модных клубах в основном парочки. И никто не знакомится. Все танцуют. Может, можно познакомиться в баре, но это дело случая. Со мной часто знакомились в общественных местах. Но все отсеивались после первого же свидания. Подскажите, есть ли какой-то выход, кроме как все-таки снизить планку? Мне интересно. Вот я после прослушанного этого письма, мне кажется, нашел корень всей проблемы. Так. И мне интересно, нашла ли его ты, Даша? Как думаешь, в чем самое-самое... Это викторина? Что? Да, и время тикает уже. Господи, а варианты ответа? Никаких. Это как в этом... Часть С? Что, где, когда? Это как часть С. Как часть С, да. Не знаю. Наверное, я не нашла корень проблемы. У меня только, знаешь, много всяческих вопросов возникло после письма. Ой, я сразу понял, в чем дело, после одного предложения в этом письме, когда она говорит, мой парень, хоть и относился мне хорошо, но с точки зрения объективных характеристик, он был прям ой-ой-ой, она до сих пор по нему сохнет. Вот, все. Поняла. Вон оно чего. Да, да. Ну, не знаю, честно говоря, сохнет она по нему или нет. Просто ты... Много ты знаешь людей... Извини, я тебя перебил. Много ты знаешь людей, которые вот после расставания такие, типа, ну, хороший человек. Обычно же наоборот, типа, я эту гниду, если увижу, камнем перешабу. Ну, я и такого, честно говоря, не слышала, но окей. Нет, у меня вообще первая мысль, когда я прочитала это письмо, ну, вот, типа, люди такие, где же мне найти парня такого классного, чтобы и секса мне с ним захотелось, и чтобы поговорить, и чтобы, блин, и то, и все, и пятое, и десятое. И мы такие, высылаем адрес. Сто процента есть место, где вот собираются такие люди. Четыре ссылки на соцсети в ее городе вот этих людей. Либо просто сужаем круг до пары километров, где нужно вот тусоваться, чтобы найти себе пару. Но это так не работает. Нет конкретного места, где ты можешь найти человека, который супер соответствует всем твоим объективным характеристикам, блин. Ну да, да. Ну, судя по всему, единственный человек, который соответствует всем ее объективным характеристикам, это бывший. Ну, слушай, он растолстел, ее критиковал, и секса у них не было в последнее время. Однако она о нем очень хорошо отзывается. Очень хорошо. Ну и что? Ну, мне кажется, проблема как раз таки в том, что ей пора бы, пора бы забыть его. Забудь его, забудь. И жить дальше. Потому что все вот вокруг, где там с Тиндера знакомятся, где-то там друзья-подруги знакомят. А тут они не те, потому что они не он. Девочка моя, два месяца назад он ее бросил только. Два месяца прошло. Конечно. Тюм, да шо вы мне тогда вот... Футынуты. Непонятно вообще абсолютно. Я готов поспорить, она спит в его футболке еще. Фу, купите себе свою. Так вот. Такую гигантскую возьмите. А подруга, короче. 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 Ты еще его не забыла? Тебе нужно пожить для себя, понимаешь? Да, покайфовать. Без такой голос. Так вот, ну на самом деле, да. Два месяца прошло, вы встречались два года. Это были долгие отношения, вы жили вместе. За два месяца, ну, как бы еще нужно отойти, я считаю. Не нужно переключаться на кого-то другого, даже просто ради секса и все такое. Да вам реально еще и другого пацана просто не хочется. Вот и все. Вы вот представляете, как он выглядит, этот человек, с которым вы готовы заняться сексом сейчас? Мне кажется, что нет. Либо настолько абстрактно, либо супер сильно похоже на бывшего. Реально. Потому что, да, у вас в голове, скорее всего, еще бывший парень. Это раз. Во-вторых, для девчонки, ну, для девушек вообще, очень важна эмоциональная связь. То есть, если парень пришел, ну что, го, снимает русы и все. А для девчонки ей нужно сначала эмоциональную связь поймать. Уделить внимание. Чтобы... Чтобы... Все, поболтать. Да даже, окей, вы поболтаете, но у вас не будет этой эмоциональной связи. Она, ну, не захочет с тобой. Потому что ей это некомфортно. Ей, ну, не понравится этот секс. То есть, это для нее будет такой фиговый опыт. Вот. Поэтому то, что вы хотите себе парня для секса найти, ну, это тоже не так просто. По крайней мере, для девушек. Ну, может быть, большинства. Может, не знаю. Может, есть такие девчонки, которые тоже... Пфу! Легко, давай. Сымай трусы. Да, может быть, такие тоже есть. Но я таких лично не знаю, поэтому не могу утверждать. Вот. И да, для девушки важно пообщаться. Вот вы же тоже хотите, чтобы был человек, с кем интересно поговорить? Что у меня такая высокая планка, и нужно ее снизить, чтобы кого-то найти. Ну, окей, ну, снизите вы планку, и что? Это же так не работает? Так, с сегодняшнего дня я выбираю мужиков попроще. Ну, так же это не бывает? Ну, да, это очень сложный момент в жизни, знаешь, вот, когда ты снижаешь свою планку. Обычно это какой-то удар по самооценке. Типа, после удара по самооценке, типа, а-а-а, я не полубог, а просто человек на земле. А-а-а, ладно, окей. Вот, вот после таких вот каких-то ударов по самооценке обычно и занижается как-то планка. Но, не знаю, тут есть такой удар, не было его, но, судя по всему, не было. Ну, вот, я не знаю, мне как-то никогда еще не приходилось снижать планку. Обычно только завышать, да? Да, и завышать особо не приходилось. Ну, то есть, я знаю, что есть определенный тип людей, которые мне нравятся. Угу. Ну, то есть, я либо чувствую к ним симпатию и какое-то влечение, либо нет. Все. Да. Это будет какой-то простой чувак. Или это будет финтиперсовый чувак. С единорогами. Да, неважно. Ну, то есть, чувство симпатии и влечения либо есть, либо его нет. Вот, как бы, и все. Вот, поэтому про занижение планки это, наверное, не сюда вопрос. Возвращаясь к местам, где найти парня, который вам понравится и с которым у вас там что-то-что-то... Так, записывайте. Ленина, 48, второй подъезд. Номер телефона. Да, да. Так вот, нет такого места конкретного. Вы его можете встретить, ну, да где угодно. Абсолютно где угодно. Я вот в каком-то из выпусков рассказывала, что я пошла в поход и встретила там классного парня, реально интересного человека, который мне понравился. Ну, типа, я вообще никогда бы не подумала, что в походе я там с кем-то познакомлюсь, даже там не из своей группы, а вот просто какой-то там левый чувак. Это все какие-то реально случайные знакомства могут быть, либо знакомые друзья знакомятся со своими друзьями. Да, я понимаю, о чем вы говорите, когда друзья знакомят с друзьями, и там, ну, типа, не найс, ну, как бы, вариант для вас. Но нахваливают его, будь здоров, да? Ну, типа, это, знаешь, мне кажется, нужно это принять как часть процесса. Ну, то есть, у меня тоже, как бы, такое происходит, и у меня уже, знаешь, так, ну, давайте-ка посмотрим, что там у нас сегодня. Ну, вот, отношение другое, что даже, значит, мне уже просто интересно. Ну, типа, пообщаюсь. Заходи, холоп. Типа, да, это может не будет, там, моим будущим парнем, или там, ну, каких-то отношений у нас не сложится. Ну, окей, у меня будет новый знакомый, типа, в чем проблема. Вот, и это даже, как бы, воспринимается, как некое приключение, ну, у меня сейчас, например. Была я у подруги как-то на девчонской тусовке. Шабаш? Да, шабаш. И рассказывали про дурацкие свидания. Ну, так я аж там победитель вообще. Ну, да. Да, и это прикольно, когда ты рассказываешь, даже просто поделиться опытом, ну, что у тебя такое было. И при этом ты выжила. Ну, нет, там даже не какие-то прям трэшовые, а просто дурацкие какие-то случаи на свидании. Вот, когда, там, мужик какую-нибудь фигню сказал, и мы такие, типа, что, вообще больной, что ли, такое сказать? О, подел. Вот девушки. А, что за мужики пошли? О, обожаю шабашу за это. Да, 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 да. И я, я такая, сижу кайфую. Я понимаю, что у этих девчонок тоже есть такие истории. И мы такие, подруга, вообще. Ну, вот это вот все. И это кайфово. Это прикольно. И вот вам нужно, я думаю, что, во-первых, два месяца прошло после расставания, вы еще сами не готовы ни к сексу с другим человеком, ни к отношениям с другим человеком. Сначала вам нужно наладить отношения с собой, скорее всего. Да. Вот. Я не знаю, какие именно там у вас проблемы. Ну, это уже либо вам самой там разбираться, либо, опять же, к психологу, либо, я не знаю, что еще, там, почитать какие-то книжки про любовь и налаживание отношения с собой. Ну, в любом случае, пока что, пока что у нее бывший в голове. Да, да, да. И пока это так, ну, у вас будут вот такие проблемы. Да, потому что два года, ну, нельзя, это не проходит бесследно так, типа, ну, и хрен с тобой. Два года вместе были. Как там тебя зовут, не помню. Да, ну, это же все-таки как-то ты перевариваешь, как человек, это же, блин, не кусок камня. Да, да. Вот, поэтому пока я бы не стала, как бы, так налегать на поиски, а налаживала бы отношения с собой. А потом, когда почувствуете, что, ну, типа, что вы готовы, ну, не знаю, насчет там бокса, сходите в бассейн на плавании. Там наверняка такие ходят все красивые. Я не знаю, не была в бассейне никогда. В основном там бабульки. Ну, значит... На вот это акваэробику ходят, значит. Ну, короче, блин, ты все испортил. Но в любом случае, да, если вы хотите кого-то где-то встретить, это реально нужно выходить. Это, ну, в бар. Ну, почему? В баре знакомиться. Со мной постоянно знакомиться в барах. И в клубах тоже знакомиться. Да дело не вместе, понимаешь? Ну, да, да, да. Дело не вместе. Ну, а если вы думаете, что... Все как-то чего-то да где-то знакомятся. И у всех это по-разному. Поэтому это нужно принять, это нужно понять. И принимать какие-то вот такие правила игры. Я не знаю, как это назвать. Вот. Вот. Мы подытоживаем словами вот. Ага, вот такой мы подкаст. Мы очень профессиональные люди. Что, второе письмо, да? Да. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Не буду говорить, что мне нравится слушать ваши подкасты, потому что это и так понятно. Ну, вообще, да. Не знаю, мне непонятно. Не поняла, да? Нет. Я прям понял. Хочу поделиться очень странной ситуацией. Может получить совет или просто взгляд со стороны. Мне 28 лет. Мы сегодня прям одни 28-летки. О, да. С 23 до 27 я был в серьезных отношениях. Мы вместе много путешествовали, росли в карьерном плане и перебирались из глубинки в Москву. И вскоре после переезда разошлись. Сейчас я твердо стою на ногах, зарабатываю хорошие деньги, продолжаю путешествовать и заниматься активными видами отдыха и спорта. Девушка из прошлого письма. Обратите внимание, пожалуйста, на это. Слушай, а может как-то, ну, это... Спишитесь там. Алина. На работе есть девушка, которая очень запала в душу. Отмена, отмена, отмена. Галя, отмена операций. Корректировка. Так вот, на работе есть девушка, которая очень запала в душу. Мы с ней на одной волне. Имеем похожие взгляды и примерно одного возраста. Я влюбился. Ну, собственно. На протяжении долгого времени проявлял знаки внимания. Немного гуляли. Хотел бы чаще, но она отмазывалась делами. Но даже за ручку подержать себя не давала. Типа, хочется расстаться сначала с парнем. Я думаю, ну ок. Проходит время. Она довольно холодно реагирует на меня. А когда уехал в путешествие, не интересовалась, как мне. А как тебе? Ну, в смысле? Ну, не интересовалась? А что, она обязана интересоваться, что ли? Тоже мне претензия. Попсел. Меня это очень задело, и я отстранился. Перестал флиртовать и писать. Спустя три месяца у нас был корпоратив. А незадолго до этого она начала флиртовать со мной сама. И даже по шутке села ко мне на коленки. Вот это прикол у вас. Рвака, да? Вот это да. На корпоративе мы выпили, и я все и выложил. Что есть сильные чувства, но не понимаю ее поведение. Вроде флиртует, но дальше не пускает. Говорит, что на такие темы говорить не умеет. И в итоге ничего не сказала. Офигенно. Все возьмите себе на заметку. Если вам предстоит неловкий разговор, скажите, я не умею на такие темы говорить. И все. Я забыл слова. Блок. Де. Вот так вот, да? Да, офигенные отмазки от разговоров. Круто. Так вот. В итоге ничего не сказала. Я думаю, ну ок, попробую еще раз. А вы прям упертый. На Новый год. Приехал к ней домой. Привез подарок. Она была рада. Мы переписывались. Даже смайлики с поцелуйчиками. Потом снова мороз. Потом опять флирт. Я начал с ума сходить. Недавно завел ее в переговорку и потребовал объяснить, что происходит. Мол, я пытаюсь сделать шаг, а она ни да, ни нет. Я понимаю, что могу быть неинтересен, но дай мне понять, что я ошибаюсь. Скажи мне нет. Либо просто перестань флиртовать. Либо скажи, почему так себя ведешь. Она долго мялась, смущалась, волосы на палец накручивала и пообещала собраться с мыслями и написать вечером. Я улетел в другой город сразу же. Она так ничего и не ответила. На следующий день тоже. Через день я ее пнул. Типа, ну давай. Она говорит, да, скажу позже, но до сих пор ничего нет. Я не понимаю, как мне быть. Мне она очень нравится. Я не хочу ее упускать. Но и не пойму ее жесты. Хочет она или нет? Прямо-таки непонятно. Может, проблемы какие? Комплексы или что? Я хз. Очень длинное письмо. Надеюсь, прочитаете. Хочу еще много чего написать, но это займет весь выпуск тогда. Ну тогда не пишите. Ну да, разумно. Ну короче. Одно я не понял. Одно я не понял. Ну-ка, ну-ка. Но все ты понял. Вообще все на свете, но одно нет. Так она рассталась со своим парнем или нет? Да, да, я тоже такая. А где парень? Типа, что за чеховское ружье, которое должно выстрелить? Еще. Вот он заявил, что вот там парень есть у нее, она должна с ним якобы расстаться. И все, и дальше никакой информации. Где эта сюжетная линия? Алло. Может быть, вообще-то это важно. Может, она нифига с ним не рассталась. Да. Хочет он к ней домой приезжает на Новый год и дарит подарки. Ну, может, они же могут в разных городах, в квартирах разных могут жить. Может, они через лестничную клетку друг от друга живут. Ну, короче, ладно. Далеко. В общем, с парнем ее непонятно. А вот всем остальным все понятно, мне кажется. Да. Что вы ей, по-моему, нафиг там не нужны. Она за счет вас закрывает какие-то свои потребности во внимании, в ухаживаниях, не знаю, в комплиментиках и в посидеть на коленках. Все. Вот как бы так. Да, да, да. Ей нравится вот именно этот формат общения с вами. Больше никакой. И то, что она не умеет разговаривать на такие темы, или сейчас я соберусь с мыслями и тебе напишу. И в итоге не собирается и не пишет. Это говорит о том, что она просто... Она скипает беседу. Да, она либо не знает, как сказать нет, либо боится сказать нет, либо ей неловко от этого всего, ей не нравится на такие темы отвечать, либо она просто не хочет терять вас, как запасной аэродром. Вот. Ну, то есть в любом случае вы находитесь в такой позиции, где вас не уважают. Да, да. Ну, это такая вот френд-зона. Да, это чистой воды френд-зона. Когда она видит, что внимание с вашей стороны угасает, она такая хоп, за травочку. Привет. Да, да, кидает кость вам. Вы сразу реагируете. Потом она такая ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. И вы опять начинаете как бы остывать, потому что, ну, вы не понимаете, что происходит. И она опять делает то же самое. Отстаньте от нее. Что там упускать? Я вас умоляю. Ну, нравится, да. Но это далеко не единственный человек в вашем окружении, в вашей жизни, который вам понравится. Упускать. Просто так сказать, не хочу ее упускать. Господи, последняя баба на земле, а? Все боремся за нее. Фу ты, ну ты. Ну, как бы, это странно, вот не хочу ее упускать. Потому что одно дело добиваться девушки. Да, и при этом уважать себя. Да, а второе дело, когда девушка тебя просто вот нагло бортит. И вот, а ты, знаешь, как-то бегать в березовом лесу? Догони меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, да, да. Ну, это бред какой-то. Мне прям обидно за вас. Потому что, ну, это правда, это неуважение. Когда они говорят ни да, ни нет. И я такая, да-да-да-да-да, я соберусь, сейчас напишу. Все, ушла куда-то там по своим делам. А вы, может, вообще не один у нее такой? Она явно вас не уважает. Пожалуйста, уважайте себя сами. Пожалуйста, проявите к себе самому любовь. Обнимите себя. Обнимите себя. Купите цветы. Да. О, я теперь хочу цветы. И конфеты. И конфеты хочу. Вот. Это, ну, не честно с ее стороны, неправильно, некрасиво. И я не знаю, какой наш слушатель, человек сам по себе. Но я думаю, он заслуживает того, чтобы к нему нормально относились. Меня всегда вообще удивляло это. Ну, в моем окружении есть знакомые, знакомые, знакомых. Ну, знаешь, такие вот какие-то, которых ты как-то заочно знаешь. И вот есть такие парни, которые, их девушка вот так вот нагло бортит, их использует, а они такие, ой, ты такая классная, типа, вот люблю, не могу. Она самая лучшая. Она идеальна. Да, да, да. А потом она его бросает. А потом она такая, ой, ну, давай, я тебя не бросаю. Он такой, ой, да, ты такая прекрасная, лучшая женщина на земле. И я, а? Что? Она? Типа, во-первых, она, ну, как бы, по красоте, ну, обычная девчонка. Не страшная, не супер, там, красотка. Ну, нормальная. Но по вот этому поведению ужасному. И, типа, я сижу тут, типа, серьезно, лучшая вот на земле, ну, типа, в чем? Она нагло, ну, прям, плохо с тобой. Как, ну, очевидно, в чем? Плохо с тобой обращается. В этом и лучшее. Ну, то есть, для меня это вообще непонятная штука всегда была. Ну, надо сказать, что с девчонками так же работает. Да. Типа, есть какой-нибудь костел. Абьюзеры. Да, да, да. Ну, в общем, не ведитесь на этот абьюз. Да. На френдзонный абьюз. Не знаю, что это, короче. Оставьте ее в покое. Если она будет сама лезть, ну, не надо, как бы, жестко игнорировать. Но реагируйте спокойно. Не так, что, типа, все, я больше ей не отвечаю. Ну, отвечайте, как бы, ну, типа. Умеренно. Да, умеренно. Не инициируйте сами там особо беседу. Ну, то есть, дайте понять человеку, что вы тоже, у вас есть какие-то границы. Вы не будете там, как тряпка за ней волочиться и все такое. Ну, потому что вы уважающий себя мужчина. Мужик. Вот так вот нужно, чтобы. Я мужик, я совсем справлюсь. Ну, вот не в токсичном ключе. Не в токсичном. Нужно внутри вот включать этого мужика тавра, который такой, типа, блин, я совсем справлюсь и с этим тоже. Да, да, да. Короче, советовали. Ой, мы такие молодцы. Просто молодцы. Очень сильно. Вот. Вот. Ну, короче, на этом мы завершаем наши советы. Да, на подытоживаниях вот-вот. Да, да. Чувствую себя, знаешь, как будто бы я только что рассказала, как делать декоры из пластиковых тарелок. Для дома. Нет, когда декор из пластиковых... Декор или декор? Декор. Декор. Декор из пластиковых... Но у нас это декор. Декор, да. Когда делаешь декор из пластиковых тарелок, нужно заканчивать не вот, а вот. Вот. Теперь гости обрадуются, когда придут к вам домой. С вами был Сашка. Всем пока. И Дашка. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...